я уверен что если бы в интернете вы наткнулись на фотографии этого здания то сказали бы что это где-нибудь в италии в риме или в англии но нет ребята это находится в небольшом городе с населением 100 тысяч человек есть из вас знатоки которые знают что это за место и где это здание находится это ребята город ессентуки и вы еще больше удивитесь что это здание это грязелечебница по проекту в стиле римских ванн кстати можете посмотреть город бат это весь город построенный на римских банях римских ваннах но мы сегодня в ессентуках давайте посмотрим что за город такой находится он на кавказе в минеральных водах и смотрим термы древнего рима были абсолютно невероятны для своего времени они сочетали и масштаб и технологичность и роскошь стены в них были отделаны драгоценным мрамором вода подавалась из серебряных кранов так приезжая в этот российский город можно представить себя знатным римлянином или греком здание которое мы сейчас видим это грязелечебница находящийся в городе известным нам всем по лечебной минеральной воде ессентуки интересно что для проектирования этого здания был даже объявлен конкурс в санкт-петербурге на котором в 1911 году победил проект академика архитектора и инженера евгения шрётера здание построено 1915 году оно стало архитектурно-техническим шедевром в котором воплотились весь редкий инженерный талант и безграничная фантазия шрётера мы попадаем в императорские термы древнего рима подъезд здания охраняют скульптурой в виде львов центральный вход представляет собой классический портал с колоннами и древнегреческими скульптурами эсклепия бога медицины и его дочери гигей богини чистоты и здоровья само грязелечение использовалось еще во времена египетских фараонов на кавказе такая процедура стала популярной в начале 20 века тогда и было принято построить грязелечебницу в ессентуках на сегодняшний день лечебница способна поместить до двух с половиной тысяч человек некоторые из которых приходят сюда за особым методом грязелечения кавказским методом он заключается в использовании цельной грязи в виде обертывания на одну такую процедуру может уйти до 80 килограмм грязи эта грязелечебница пользовалась популярностью многих известных личностей свое время ее посещал режиссер станиславский оперный певец шаляпин писатель куприн поэт есенин и его жена эссидора дункан после древнегреческо-древнеримских купалин поправка грязи купалин предлагаю отправиться в рио де ессентуке еще одно необычное место в ессентуках это храмный комплекс который называется в интернете рио до кавказ здесь я не видел такого названия что где-то надписи были но на самом деле это храмный комплекс главный объект которого это статуя иисуса христа здесь находится самая высокая в россии статуя иисуса христа при храмовом комплексе петра и павла которая несколько напоминает известную бразильскую статую в рио-де-жанейро высота памятника 22 метра монумент стоит лицом кавказскому хребту сделано это не случайно так как он благословляет весь кавказ от входа на территорию к непосредственно храму ведет аллея на которой расположены бюсты древнегреческих философов платона аристотеля софокла здесь же можно увидеть пророческие цитаты о скором пришествии христа минусы и плюсы этого места минусы она находится не в центре она находится на окраине города это раз и нет ехать сюда недалеко ехать сюда буквально 10 минут потому что город небольшой да как мы уже с вами поняли но на окраине города здесь у вас дорога здесь у вас ничего вокруг нет вот какие-то заводики какие-то магазины из говорить прямо то вместо ним немножко на отшибе но она необычно здесь можно чуть прогуляться то есть здесь есть территория здесь есть несколько храмов ну и все-таки да вот это статуя иисуса христа место вот это она приятная сама по себе приятно из рио мы отправляемся в современную италию в регион тоскана по крайней мере именно такое впечатление у меня сложилось когда я попал в кисловодскую долину роз российская маленькая флоренция среди невероятные парки центр просто потрясающий весь час рядом с долиной роз у вас кафе даже столовые местные это сделаны в определенном стиле огромное количество зелени везде уличные кафе беседки и чувствуется что это город-курорт на территории розового парка растут местные розы и привезенные из-за границы франции англии германии один из наиболее знаковых сортов здесь gloria day которая считается эталоном 20 веке его называли символом мира и розой столетия во всех странах она называется по-своему в италии джо я что значит радость сша и других англоговорящих странах пис то есть мир в ссср в свое время роза попала из германии под названием gloria day именно такое название и сохранилось и если честно кисловодск из всех городов если брать минеральные воды если брать пятигорск если брать ессентуки наверное это как вишенка на торте это самый вкусный город и сейчас вы поймете почему но мы продолжаем наше путешествие по экокурортом кавказских минеральных вод все эти курорты сформированы благодаря целебным свойствам минеральной воды о которой я не сказал ни слова для этого едем в центр кисловодска в нарзанную галерею впервые галерея с целебной сульфатной водой была построена в 1823 году однако тогда она несколько отличалась от современной постройки в стиле неоготики нарзанная галерея одно из старейших зданий города она представляет собой мощное сооружение которое напоминает рыцарские замки но это еще не все внутри здание напоминает греческий или римский храм благодаря отделке в светлых тонах и статуи купающейся венеры оригинал который находится в лувре в галерее есть несколько кранов с разной водой например из теплого сульфатного источника всю воду можно продегустировать но имейте ввиду что лучше пробовать не более двух источников в день хотя разве это имеет значение вот так без загранпаспорта и машины времени нам удалось с вами побывать не только в других странах но и эпохах друзья если видео вам понравилось жду заслуженный лайк если вам интересны мои другие путешествия по кавказу смотрите ролики из моих путешествий по дагестану чечне карачаевой черкесии у меня также есть второй канал про международное образование где я рассказываю о возможностях учебы работы за границей и разные интересные истории о крупных компаниях известных людях называется канал с мапс веке шин для удобства следующий выпуск всего через несколько дней и пишите комментарии они мне помогают в создании следующих выпусках и и и и и и и